Всем привет и так что новенького на доме 2 и за периметром. Глеб Жемчугов увиделся с сыном. Погулял с ним по поляне, сводил в баню, в игровой центр. Также отец с сыном, судя по сториз Глеба, играли в азартные игры. Мальчику удалось два раза подкинуть бутылку так, чтобы она встала после полета и он выиграл у отца 200 рублей. Глеб плохому не научит. Также Жемчугов показал новую площадку дома 2. Проект растет и ширится, теперь у него имеется своя гостиница. А что пишут в комментариях? Первый в России бордель в прямом эфире. Это так концептуально и революционно. Только вчера мы вспоминали про Настю Болинскую, которая отказывается возвращаться на проект, потому что там никакущий мужской состав. Так вот, ее бывший проектный кавалер Алексей Кудряшов сочетался законным браком. Личка избранницы не показывает, интригует. Пинчук нарастила волосы. Ей нарастили детские волнистые волосы, которые очень похожи на ее родные. Ребята хотели крестить сына Давида в Ереване. Крестными должны были быть Капаклы и Мусульбес. Мы позвонили в церковь, говорит Ира. Оказалось, что мы не можем покрестить Давида, потому что крестные и крестные должны быть армяне. Вместо Кристин в Ереване, Пинчук и Чабанян летят теперь в Дубае. Дима Васильев хочет выгнать с проекта Алексея Адеева. Хотя Леша сошелся с Аней единовременно. Он будет строить на проекте новые отношения. Но все это игра на камеру. На самом деле ребята сдружились, вместе занимаются спортом. Могут смело создавать клуб бывших мужчин, а не Брянской. Это девчонки готовятся к вокальному конкурсу. А это Надя и Яна готовятся к сценке, пародируют самых главных качков проекта. Артема и Диму. Ермакова, судя по сториз, много времени тратит на уход за собой. Ну так у нее молодой мужчина, нужно соответствовать. Новые фотографии от Оли и Димы Дмитренко. Какие у вас красивые дети, пишут ребятам. Очень красивая семья, вы самые лучшие. Ольга развенчивает слухи о беременности, она просто поправилась. К тому же недавно Рапунцель колола себе лицо, а беременным инъекции противопоказаны. Мама Марины Африкантовой расстает котят. Записывайтесь, говорит, наша Ника родила таких красавцев. Боня, которая была категорически против прививок, пошла на попятную. Без прививки, дамам не дают работать в Европе. Сегодня Скалоны Бабич открывает свой спортивный зал. В нем будет небольшая кофейня с правильными ПП-десертами. Зал находится возле метро 1905 года. Взамен неудачной блогерской карьеры, Инстаграм заблокировал страницы ребят. Они нашли себе реальное и интересное дело. Молодцы. Настя Бигрина комментирует отношения с Женей Ромашовым. Мы хорошо провели время, никто никому не обязан, никто никому не должен. Я готова к любому раскладу и приму любой выбор. Также она говорит, что чужую пару не разрушала. Женя на момент начала их отношений был уже свободным. Бигрина многим зрителям нравится. Они хотят видеть ее на экране и желают ей построить там настоящие отношения. Несмотря даже на ее позорную деятельность в ранней юности. Ну а тем временем Ромашов и Пухенбалта мило воргуют о чем-то в уголке. Их подловила Аня Брянская. Дима Васильев разочарован в «Девушках дома-2». Говорит, они легкодоступные и за ними даже не хочется ухаживать. Дима предлагает привести на проект дорогих, нормальных женщин, которые знают себе цену. Кристина Лисковец, которая выиграла сейшельские каникулы, не жалеет, что так и не попала на острова. У нее с Глебом была, конечно, запланирована сейшельская свадебная церемония, но на отдых ребята и сами себе заработают без проекта. «Считайте, отдали выигрыш нуждающимся», пишет она. Аня Мадан рассказала о щедрости Максима. Он подарит ей на день рождения, которое было 8 дней назад, яблочный телефон последней модели. Старта продаж еще не было, пишет. Жду. На этом пока все. Подписывайтесь, будем сплетничать. Субтитры сделал DimaTorzok